ВМП-Авто Для тех, кто не знаком, компания ВМП-Авто не только производит, но и разрабатывает смазки для самых различных целей. Мы находимся в святая святых трибологической лаборатории компании ВМП-Авто. Трибология – это наука о том, как работают и изнашиваются материалы. Ни один подшипник не может работать без смазки, а в современном автомобиле таких подшипников более полусотни. В зависимости от вида смазки время работы подшипника может отличаться в десятки раз. Так, например, подшипник стоимостью в 3000 рублей при использовании смазки LITOL 24 прослужит всего не более 60 тысяч километров. В то время как, если мы возьмем более современную смазку MS-1000, то подшипник пройдет уже более 500 тысяч километров, что примерно в 10 раз больше, чем на LITOL. Не забывайте о том, что если подшипник ходит существенно дольше, то вам не надо тратиться на простой ремонт, покупку новых подшипников, их замену. И поэтому даже несмотря на то, что смазка может быть несколько дороже, суммарный выигрыш колоссален. Как вы уже поняли, очень важно, чтобы при разогреве смазка не теряла своих свойств. Давайте же посмотрим, как ведет себя смазка при нагреве. Для сравнения мы взяли традиционную смазку LITOL 24, популярную импортную смазку и высокотемпературную смазку MS-BLUE. Сейчас мы нагреем эти смазки до 200 градусов вот в этой муфельной печи и посмотрим, как они ведут себя при высокой температуре. Мы поставим все три смазки в муфельную печь и будем нагревать их не менее 30 минут, для того, чтобы смазка могла достичь заданной температуры. Поехали. Итак, как вы видите, температура внутри печи составляет 200 градусов. Смазка нагревается уже 30 минут. Посмотрим, что же с ней произошло. Первым пошел в дело LITOL. Как мы видим, смазка расслоилась, из нее выделилась жидкая фаза. Вот, видите, она выливается, как вода. К сожалению, такая смазка, конечно, как LITOL 24, не может обеспечить работоспособности при высоких температурах. Она начинает расслаиваться при температуре уже 140-150 градусов, а при 180 уже просто вытекает, как вода. Теперь посмотрим, что произошло с популярной импортной смазкой. Она ведет себя намного лучше. Как мы видим, расслоения нет. Вполне удовлетворительное поведение. Что же произошло с MS Blue? MS Blue практически не изменила своих свойств. Мы видим, выделение масла не происходит. И смазка ведет себя блестяще при температуре 200 градусов. И это неудивительно. Так как температура капли падения MS Blue более 350 градусов. Для сравнения, температура капли падения импортной смазки на 100 градусов меньше. Всего 240-250 градусов. И трибологические характеристики смазки MS Blue также ощутимо лучше, чем аналогичные трибологические характеристики популярной импортной смазки. Как мы видим, по изменению цвета, Литол-24 не только расслоился, но и окислился. Это видно по потемнению. Популярная импортная смазка, хотя и не разделилась, но, как мы видим, по темно-коричневому цвету произошло ее окисление при температуре 180 градусов. Как видите, смазка MS Blue в наибольшей степени сохранила цвет и консистенцию в этих поистине адских условиях. И это не случайно. Смазка обладает очень мощными антиокислительными и антикоррозионными свойствами, что дает колоссальные преимущества в реальной эксплуатации. Это позволяет эксплуатировать смазку на больших грузовиках, тракторах, карьерных самосвалах и любой другой технике, где действительно высокие температуры и нагрузки. Смазка MS Blue работает. Но только сохранить свои свойства при высокой температуре для смазки еще недостаточно. Она должна еще и работать в этих поистине адских условиях. В данный момент в трибологической лаборатории ВМП Авто происходит тестирование высокотемпературной смазки MS Blue. Особенность тестирования заключается в том, что оно происходит при температуре 180 градусов и давлении 50 тысяч килограмм на квадратный сантиметр. Представьте себе, что на стержне площадью в один квадратный сантиметр, как и этот палец, находится танк весом в 50 тонн. Вот эти мощные провода обеспечивают нагрев подшипника до температуры 180 градусов. Для чего это необходимо? Масса грузового автомобиля может достигать 20-30 и более тонн. Для сравнения, масса легкового всего 1,5-2 тонны. И вот представьте себе, всю эту огромную кинетическую энергию необходимо преобразовать при торможении в энергию тепла. Естественно, подшипники ступиц при этом нагреваются. И если смазка недостаточно устойчива к температуре, то она просто вытечет, как вода. И при этом может заклинить колесо и даже произойти авария. Как видите, температура достигает 190 градусов. И процесс идет, как ни в чем не бывало. Смазка работает. Итак, запомните, смазка МС Блю работает. И она нужна для грузовиков и любой тяжелой техники, которая работает при высоком давлении и высоких температурах. Сегодня мы провели с вами небольшую экскурсию по производству и трибологической лаборатории компании ВМП Авто. Мы показали вам, как создавалась и как работает смазка МС Блю. В чем ее отличительные особенности. В заключении я бы хотел отметить, что МС Блю это уже товарный продукт. Она существует в виде готового продукта на рынке. И фасуется в картриджи по 400 грамм. И вот такие баночки. Для примера, розничная стоимость картриджа составляет примерно 200 рублей за картридж. И вот за эти деньги вы будете иметь великолепный продукт, который защитит ваш автомобиль в самых экстремальных ситуациях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...